Крупных полых вен в нашем организме две. Верхняя отвечает за доставку венозной крови от головы и области груди к сердцу, а нижняя – от, соответственно, нижней части тела и ног. Нижняя полая вена при беременности приобретает особое значение для всех мам, даже незнакомых с венами и анатомией. Все дело в том, что после 25 недели может развиваться синдром сдавливания полой вены. Он возникает, если беременная неправильно лежит или спит. Последствия у него довольно серьезные, а вот предотвратить этот синдром очень легко. Чаще всего нижняя полая вена при беременности начинает страдать на сроке более 27-30 недели вынашивания, когда количество крови в организме вырастает на 1-1,5 литра, а сердце и сосуды начинают испытывать высокую нагрузку. В дополнение к этой нагрузке матка увеличивается в размерах и массе, малыш активно растет, к этому весу добавляются плацента и околоплодные воды. В среднем к родам все, что окружает и питает непосредственно ребенка, составляет примерно 6 килограммов. И эти килограммы давят на нижнюю полую вену при беременности из-за особенностей ее расположения. Но происходит это только, когда мама ложится на спину. Дополнительные проблемы приносит еще и изменение положения матки во время лежания на спине, она смещается вверх и давит на диафрагму. Легким и сердцу приходится работать в нелегких условиях, что замедляет кровоток к правому предсердию и процесс газообмена. На сроке более 25 недель синдром сдавливания появляется у каждой десятой беременной, что связано с особенностями венозного кровообращения, а в некоторых случаях со склонностью к тромбообразованиям. Как же проявляется этот синдром? Резко снижается артериальное давление, кожа сильно бледнеет. При падении верхних показателей ниже 80 мм ртутного столба начинается потеря сознания, то есть обморок. Если давление снижается не так сильно, ощущается нехватка воздуха, появляется одышка, начинается головокружение, предобморочное состояние, шум в ушах. Приступ тошноты и рвоты тоже часть синдрома. Как этот синдром влияет на ребенка и чем он опасен? Ребенку тоже приходится нелегко, а если у мамы в крови не хватает кислорода из-за этого синдрома, то ему тем более не достается. При выраженном сдавливании частота сердцебиения у него повышается до 160 ударов в минуту, а потом резко замедляется этот признаки острой гипоксии. Если сдавливание вены сильное и длительное, может начаться от слойка плаценты с кровотечением, который срочно нужна госпитализация. Как лечат синдром сдавливания и как его не допустить? Избежать этого синдрома очень просто не лежать на спине. Надо выбирать правильную позу для сна и отдыха, привыкать к ней на ранних сроках, если обычно вы спите не на боку. Если надо долго времени провести полулежа или лежа на спине, например, на приеме у стоматолога, обязательно договоритесь с врачом, что вам надо делать перерывы и вставать разминаться, ходить, а также чтобы он отслеживал ваше состояние и держал под рукой нашатырный спирт. Особенно важно соблюдать осторожность при многоплодной беременности многоводии, гипотонии, крупном ребенке и склонности к тромбообразованию. Все это повышает риск гипоксии ребенка, в некоторых случаях учитывается и в родах. Лучше проводить их в более вертикальном положении, исключать лежание на спине, на схватках. А вот что касается лечения синдрома сдавливания, то его не проводят. Нужно только изменить позу, и его проявления исчезают. В полой вене восстанавливается кровоток. Исключение тромбофлебит и тромбоз. При предрасположенности они могут поражать нижнюю полую вену уже в первом триместре вынашивания. Российский медико-биологический вестник имени академика Павлова приводит данные исследования российских ученых об эффективности консервативного лечения тромбофлебита нижней полой вены у беременных с применением эластической компрессии прямых антикоагулянтов препаратов, улучшающих микроциркуляцию.